Здравствуйте! В студии Андрей Батурин и вы смотрите Страховое время, программу, которая сделает страхование понятным и близким каждому из вас. После того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами, в Нижней Палате решили создать рабочую группу из депутатов, представителей Минтранса, Минфина, других ведомств, а также страховщиков. Ко второму чтению проекта они должны детально прописать ответственность перевозчиков перед пассажирами всех видов общественного транспорта, а также уточнить размеры выплат пострадавшим. Подробнее о революционном законопроекте в материале Марии Лышновой. Мы подъезжали в метро, стояли в левом ряду, правый ряд весь был свободен, но водитель нам почему-то сказал выходить в левом ряду. Я открыла дверь, в этот момент врезался мотоциклист в маршрутку, я очень сильно ушибла руку. Таких историй тысячи. Практически каждый день в России происходит ДТП с участием маршрутного такси. Вопрос об увеличении компенсации за ущерб жизни и здоровью пассажирам общественного транспорта висел в воздухе давно. И как только законопроект о обязательном страховании ответственности перевозчиков примут обе палаты парламента и подпишет президент, все пассажиры маршруток, автобусов, метро, электричек, а также водного транспорта смогут рассчитывать на выплату в случае ЧП в размере не меньше, чем в авиаперевозках. За причинение вреда жизни не менее 2 миллионов 25 тысяч рублей, за причинение вреда здоровья не менее 2 миллионов рублей, за причинение вреда имуществу не менее 23 тысяч рублей. В этом законопроекте предусмотрена также предварительная выплата, что очень важно. Она осуществляется достаточно быстро, в течение трех дней. Сумма этой выплаты 100 тысяч рублей. Происходить это будет тогда, когда речь пойдет о вреде жизни, то есть о гибели пассажира, либо в том случае, если речь идет о тяжком телесном повреждении. Пассажиры от нового законопроекта ожидают не только финансовую защиту в случае чрезвычайного происшествия, но и повышение стоимости проезда. Однако во Всероссийском союзе страховщиков уверяют, что несть проезда, если и будет повышена, то незначительно. Так проезд в метро повысится не более чем на 60 копеек. Проезд на городских автобусах, трамваях, троллейбусах подорожает примерно настолько же, сколько и в метро. А вот цены билетов на поезда дальнего следования, а также на междугородние автобусы вырастут в среднем на 2-3 рубля. Чтобы попасть в пул страховщиков, которые займутся страхованием ответственности перевозчиков, надо будет приложить немало усилий. Это должны быть надежные компании, чтобы пассажиры не беспокоились по поводу компенсации в случае наступления страхового случая. Необходимо получить лицензии на право проведения этого вида страхования. Второе, в рамках закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами, компания должна обладать еще необходимым условием. Это войти в состав некоммерческого партнерства, который будет выглядеть в форме союза или некоммерческого партнерства на базе действия закона о саморегулируемых организациях. Конечно же, компания должна будет обладать определенными требованиями и финансовой устойчивостью. В законопроекте, уже принятом в первом чтении Госдумы, определяется также зона ответственности перевозчиков. То есть, с какого момента и до какого будет действовать их обязательная страховка. В основном, практика такова – это посадка и высадка. Другое дело – то, что существуют, так скажем, единые комплексы, как метрополитен. И понятно, что до поезда надо еще дойти, пройдя вестибюль, эскалаторы и так далее. Я думаю, что страховое сообщество может расширить свое покрытие, то есть готово работать по более расширенным программам. За отсутствие договора страхования ответственности перед пассажирами перевозчиков будет штрафовать. При этом им все равно придется выплачивать пострадавшим компенсацию за причиненный ущерб, но уже и собственных средств. По большому счету, это в значительной мере защищает самих перевозчиков от возможных убытков, которые могут возникнуть в результате эксплуатации. Если представить себе аварию, допустим, автобуса с плохими последствиями, с гибелью пассажиров и так далее, это десятки миллионов убытков, которые могут лечь на плечи перевозчика одномоментно. Ко второму чтению законопроект будет доработан, но никто уже не сомневается в том, что документ будет принят. И, возможно, уже в будущем году вступит в силу. Итак, скоро все пассажиры автобусов, маршруток, метро и электричек, а также водного транспорта смогут рассчитывать на компенсацию в случае аварии не меньше, чем в авиации. По расчету Минтранса, новые обязанности перевозчиков радикально не отразятся на цене билета. На социально значимых видах транспорта наценка составит от 1 до 30 копеек на одну поездку. Например, минимальная наценка на билет в электричке может составить 2 копейки. В муниципальном автобусе – 5. Продолжим эту тему сразу после новостей из меры страхования. Минфин рассчитывает через три года навести порядок на страховом рынке. Доля субъектов страхового дела, деятельность которых регулируется законами, повысится до 75%. Речь в первую очередь идет о страховых брокерах, деятельность которых жестко не регулируется. Минфин намерен также к 2013 году довести контроль над страховщиками, которые находятся в зоне риска, до 90%. А контроль над неплатежеспособными компаниями – до 100%. Кроме того, министерство намерено привести к единым стандартам всю отчетность страховых компаний. В России определились шесть регионов-лидеров убыточности в ОСАГО. Критический порог в 77% превышен в Свердловской области, Дагестане, Башкирии, Татарстане, а также Ульяновской и Мурманской областях. Сейчас Минфинные автостраховщики обсуждают необходимость очередной корректировки региональных коэффициентов в ОСАГО. Первый раз такие коэффициенты к полюсам автогражданки корректировались два года назад. Тогда резкие перепады убыточности в ОСАГО в разных регионах выровнялись, но эффект оказался недостаточным. В те времена Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон об ОСАГО. Документ позволяет выплачивать возмещение даже в случае банкротства или отзыва лицензии у компании, застраховавшей автомобиль. Страховой случай будет наступать и тогда, когда не будет установлено лицо, причинившее потерпевшему вред. Вступление в силу этих изменений должно сделать автовладельцев, застрахованных по ОСАГО, более защищенными в случае ДТП. И вновь мы говорим о предстоящих изменениях в жизни пассажиров и перевозчиков. Сегодня у нас в гостях начальник отдела страхования автоперевозчиков ДТП Росгостраха Андрей Романов. Андрей Романов окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов. Более 12 лет проработал в компании Ингостра, где занимался страхованием рисков транспортных компаний. В Росгострахе с 2010 года возглавляет отдел страхования автоперевозчиков ДТП. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Итак, насколько я понимаю, в законопроекте, в принципе, охватываются все виды транспорта, включая маршрутные такси, но нет почему-то легкового. Что, водители этого вида транспорта не ответственны перед своими пассажирами? Совершенно верно. Обязанность по страхованию своей ответственности перед пассажирами будет лежать на всех перевозчиков, исключая перевозчиков такси. Договор на перевозку пассажиров такси не является по своей сути публичным договором, в отличие от перевозок всеми прочими видами транспорта. Водители такси будут нести ответственность, как и несут они в настоящее время. Другой вопрос, что пока рамки закона для них ограничены. Контролировать исполнение перевозчикам возлагаемых на него обязанностей будет федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в сфере транспорта. Законопроект предусматривает создание профессионального объединения страховщиков, которое в свою очередь формирует компенсационный фонд за счет отчисления страховых компаний. Я знаю, что в этом законопроекте есть перечень случаев, когда страховая компания освобождается от выплаты. Вот что это за случай? Это выполнение всех обязательств страховщика перед пассажирами по выплате страхового возмещения. Такая ситуация возможна, когда страховщик оплатил всем выгодоприобретателям или выгодоприобретателю полностью предусмотренную законом страховую сумму. А выгодоприобретатель, который обратился позднее срока исковой давности, уже не имеет права требовать со страховой компании предусмотренную сумму и обязан будет обращаться к тем выгодоприобретателям, которые получили ранее выплаты. Разумеется, предусмотрен случай форс-мажорных обстоятельств. Я думаю, что для нашей страны военные конфликты, действия ядерного взрыва – это достаточно фантастические ситуации. Как говорится, не дай бог. Будем надеяться, что сия чаша нас минет. Третий момент – это франшиза. Франшиза предусматривается в законопроекте в отношении возмещения имущественного вреда. Соответственно, той ручной клади, багажу, которая находится при перевозке. Соответственно, принадлежат пассажиру. ДТП случилось, пассажиры пострадали. Как им получить выплату? Какие документы надо предъявлять? Кому обращаться? Будет ли это понятно и ясно для них, кому звонить? В законопроекте предусматривается, что при заключении договора страхования страховщик должен обеспечить страхователя информацией об адресах, реквизитах страховой организации, филиалов страховой организации, куда потерпевшие могут или выгодоприобретатели смогут обратиться после происшествия. Информацию, содержащую подробную перечень реквизитов, страхователь, перевозчик должен будет размещать либо на билетах, либо в транспортном средстве, в тех местах, где пассажиры смогут получить полностью необходимую информацию. В случае причинения вреда здоровью пассажиров автобуса, метро, электричек и другого общественного транспорта величина убытков, подлежащих возмещению страховщикам, будет равна сумме, которую еще предстоит определить кабинету министра в зависимости от характера и степени тяжести полученной травмы. В рамках закона будет предусмотрено создание профессионального объединения страховщиков, которые будут заниматься только данным видом страхования. Соответственно, тот страховщик, который не вошел в объединение, заниматься этим видом деятельности совершенно верно не сможет. Порядок отчисления в комбинационный фонд страховщиков определит правительство. Если страховая компания обанкротится, то спустя месяц выплаты будут производиться из этого фонда. Каждый перевозчик, который застрахует свой бизнес, получит сертификат. Заверенные копии этого документа должны будут находиться в каждом трамвае, маршрутке, автобусе и электричке. И ваш прогноз, когда этот закон вступит в силу? Закон вступает в силу через 9 месяцев после его опубликования. Я предполагаю, что закон начнет свое действие в 2012 году. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я напомню, что гостем страхового времени был начальник отдела страхования автоперевозчиков департамента транспортного страхования Росгостраха Андрей Романов. И в заключение программы еще немного полезной информации о будущем обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Срок выплаты компенсации пассажирам составит 30 календарных дней со дня получения страховщиком всех документов от пострадавшего. Правительство уже внесло в Госдуму законопроект о штрафах за отсутствие страховки у перевозчиков. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей. Для юридических лиц от 30 до 40 тысяч. За непредоставление пассажирам информации о страховщике, индивидуалов накажут штрафом в размере от 1000 до 3000 рублей, юридическим лицам придется заплатить от 10 до 30 тысяч. В верхнюю и нижнюю планки страхового тарифа определит правительство. Чем старее парк и чем больше выявлено у перевозчика нарушений, тем дороже обойдется ему страховка. Если у перевозчиков не окажется страхового полиса, то помимо штрафа им все равно придется выплатить пострадавшим пассажирам компенсацию за причиненный вред, но уже и собственных средств. А суммы, которые транспортная компания сэкономила, не заключив договор с страховщиком, она должна будет отдать в бюджет. Страховая компания будет освобождена от выплаты возмещения, если в страховой случае наступил вследствие ядерного взрыва или радиоактивного заражения, военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений или забастовок. Не получат пассажиры страховку и в случае, если величина подлежащего возмещению ущерба имущества потерпевшего меньше или равна франшизе, установленной в договоре обязательного страхования. И на этом все. В студии был Андрей Батурин. Смотрите «Страховое время» ровно через неделю. Всем удачи и пусть минует вас страховой случай.